Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Ромулус и Хотинская битва ожидает нас! Так, что у нас за миссия, что за цель? Вы почти добрались, вон уже видны башни Хотина. Эта крепость цель вашего путешествия. Придите на другой берег и присоединитесь к польской армии. Скорее вперед, нужно успеть подготовиться ко встрече с турками. Ну что ж, друзья, если нам такое предлагают, не будем отказываться. Так, но гетманы мне по сути не нужны, это трата на золото бесконечная. Так что гетманов у нас резко не стало. Так. Ну, зато мы много злота сохранили. Надеюсь, это нам пригодится в дальнейшем развитии войск. Так, идем, 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 идем все сюда. Так. 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 Либо фраун, да это казаки, как их много пропустить? Доложите генералу, что прибыли сапорожцы, гэр Хапман, следуйте на юг, гэр генерал, хотят вас видеть. Вот так вот нам написали. Так, все-таки что нам тут надо будет сделать? Наверное, нам надо будет построить производство. Так, а где наше дерево? Почему его совсем нет? Без дерева наше здание явно не построить. Так, ну что сказать, силы-то есть, да не ахти они. Добрый день, ясно-вельможный гэтмен. Вот и собрали все народы, объединенные общими правами, свободой, языком, кровным родствой и верой, под крыльями Белого Орла, сзади непроходимый Днестр, а там орды татарские и турецкие. Нет надежды на бегство, здесь драться и победить или проиграть, сгинуть нас составляет необходимость. Станьте лагерем на юге. Распорядился, чтобы вам дали строительные материалы, я рассчитываю на вас. Ну что ж, поскольку на нас гэтмен сам рассчитывает, то и мы будем рассчитывать на себя. Так, нам надо поставить большое, очень большое производство сердюков. Но также нам нужно запустить где-то углем и железом, ибо мы, когда начнем стрелять, то у нас просто не хватит ресурсов. Так, отряд из 50 сердюков, где-то, 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 вот так. На всякий случай я пошлю на юг. Так, для дерева одно и второе будут у нас. Производство сердюков также будет налажено в массовом порядке. Так, 10 сердюков я выделю на особую миссию. Я думаю, вы увидите в ближайшем будущем, что это будет за миссия, но она для нас крайне важная. И поэтому мы будем все делать для того, чтобы она осуществилась. Вот так. Четыре барака. Так, отлично. Так, у нас будет много-много сердюков появляться. Правда, и расходы у нас тоже будут немалые, но это все терпимо. Можно преодолеть. Так, давайте, 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 давайте. Угля добавим. Так, может на железо немножко. Также на уголь поменяем камень. Вот этот спецотряд из 54 сердюков должен совершить настоящее чудо на поле боя. Чудо, которое не смогли бы совершить огромные армии. Поэтому большие надежды на этих сердюков. Сказал, колоссальные. Ну вот так, у нас элементарной еды стало не хватать. В тыл противнику поставим этих бойцов. Так, ну что ж, давайте еще полтинник, наверное, попробуем. А, нет, не успеем. Вот сам поганский царь прибыл со своими янычарами. В поле нам с ними не справиться. Укрепим же сердца и положимся на высоту наших валов. Прочность крепостных стен и храбрость пехоты. Разделяю я на две части свою армию. Да что ж такое? Че, противнику под хвост решил еще надавать. Ну ладно. Раз уж мы здесь, то будем пировать. Так, отлично. Огромное держать врага на расстоянии. Так, отлично. Немного мы дали противнику потерь. Но опять же, это всего лишь малая часть от того, что нам еще предстоит сделать. А противника здесь у нас много, много. И он силен. Что меня, собственно, и радует. Так, пикинеров противник решил. Что, когда со всех сторон подведут нам силы противники, мы обязательно ударим куда нужно. Так, ну что ж, с едой у нас не ахти, давайте на еду поменяем. Ну, где наш враг? Где он спрятался? В каких лесах? Так, давайте хоть одного сердюка поставим. Пусть он палит по врагу. А войско наше быстро пополняется. Я думаю, мы быстро соберем хорошие отряды. Способные воевать, побеждать. В общем, дарить противникам радость. Что-то у нас атаковали. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот сердюк, кстати, не жилец. Похожим покажем. Подолитие полупрогавки. Какой, 그 линия? В общем, он должен был ее созданы. Какой, какой, какой. Такой, какой. Поехали. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Так, ну я думаю, отряд вот такой вот мы сюда еще направим. У нас два отряда будет заниматься зачищением противников, и третий отряд, хотя давайте, наверное, вот этот вот цельный отряд отправим туда. В общем, всех противников подряд будем зачищать. Начнем с вот этих вот. Играет музыка. Так, еще один авгоз захватили. Так, ну пока спецоперация наша идет успешно. Что-то покачаем. Так, вот такие вот наши маленькие диверсионные группки, способные причинить очень большой вред противнику. Ага, вот так вот. и а и и и и и и и и Часть плана провалилась ну ладно мы успеем справимся задачи даже с двумя такими отрядами Играет музыка . 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 Молодец противник сумел нас разгромить. Негодяи. Так, давайте что ли нападем на этот отряд. Продолжение следует. 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 ну что давайте пробовать может я на чаров сдалека будем расправить как видите всегда есть какая-то альтернатива здесь даже по немного мои противники будут падать от наших самопалов а а а и какие не остановится грубо, с девушками храдзе ну что ж, нас победили, но победили в бою так, что, что, что так, кажется, это место, куда нам нужно прийти я думаю, нам, конечно, сложно сейчас придется у противника большие силы давайте прокачаем защиту сердяки, в любом случае, основа нашей армии турков мы много перебили, но турки тоже молодцы, вы знаете, никто, как турки, сопротивлялись нам отчаянным у турков есть несколько сильных отрядов, в принципе, конница является их главной ударной мощью как же вы через те прошли, тут кругом шныряют татары теперь поторопимся в табор, блин, друзья, нам повезло, у нас появятся новые припасы татары, 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 молодцы, хорошие противники ну, как будто бы у нас появятся новые припасы, но и когда я буду прощать Как легко и быстро всех юнитов наших можно восстановить. Субтитры сделал DimaTorzok Может уже в бой. Как-то противники не особо торопятся. Это даже настораживает. Так, еды у меня почти не осталось. Так что давайте меняться. Ох ты, ё-моё. Все золото выменял. Так, сейчас мы укрепим наших солдат. Ну всё, друзья, мы готовы. Пусть атакуют нас со всех сторон. Вот сейчас мы сумеем точно отбиться. Так, это 45 тысяч. Ну, железо жалко. Ладно, фиг с ним железом. Так, 31 атаки. Ну всё, у нас газонокосильщики просто будут солдаты. Все, кто попадётся им на пути, будут просто-напросто стёрты, слетаться с земли. Да, и даже конница. Сколько же это нам надо? По 10 попаданий в каждого. 10 пуль в одного конника. Да, 10 пуль. 9 мало, 10. Только 10. Так, когда, когда вы все, братцы, двинетесь на меня? Тут вся фишка есть в этой конной атаке. Интересно, как это было устроено, во всяком случае, в южных странах, что янычары получались из христиан, из их краденных детей. То же самое, мемлюки из краденных детей получались воины. Получается, родную кровь, с родной кровью сталкивали. Совсем лёгкий пехотин, с какими-то змеями на головах, чалмах. Так, ну что, кто-то будет атаковать или нет? Так, зачем же мы сюда пришли? Так, отлично. Противник молодец. Он продолжает настойчиво стоять на месте и ждать наши атаки. У нас еда заканчивается. Вот в чём беда. Так, ну ничего. Его милость, великий Гетман Литовский, сражённый тяжёлой болезнью, кончивший свои дни, как подобало доброму христианину, великому Гетману, отдал Богу душу. Он умер вместе с ним, великая радость, милая чизна. Умирающий вождь передал булаву князю Станиславу Любомирскому. Весть о смерти Хаткевича распространилась по всему войску, а тяжёлую тратью узнали и турки. Они, надеясь на упадок боевого духа, польских солдат и казаков решили предпринять новый штурм. Так, ну что ж, братцы, это, конечно, было самоубийство, но мы пошли на новый, и... Часть противников всё-таки повернули. Так, всё, ожидаем самого тяжёлого, самого худшего, что можно было ждать. Сдавайтесь, свиноеды, Хаткевич, не жить, глупцы, противиться, воля Аллаха. Вы сейчас отправиться вслед за Гетманом. Очень-очень неплохо. А, да всё равно, уже в бою погибли, от голода, лучше с бою. А, да всё равно, уже в бою погибли, от голода, лучше с бою погибли, от голода, лучше с бою погибли. Так, противники стоят кофе, тебе будет не бегать. В принципе тут нечего делать Ваша рука пронзила турецкая стрела Рану быстро перевязали Но сейчас для серьезного лечения Ни времени и средств Остается надеяться что все обойдется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так затянулась Затянулась наша битва Давайте, давайте, давайте Что ли Давайте сюда направим остатки В любом случае Все кто на нас напал Пожалеют об этом Неприятель разбит и просит мира Для отчизны казака Надежная защита от татар Поганых турок К вам обращаю свои слова Славное рыцарство Напоминаю Чтобы вере сняты Нерушимо держались Верность королю сохраняли За которую вольность и привилегии Вам дарованы Что нет кроме короля У вас господина Эту вольность пущий клейнот Берегите Желаю вам успешного Добраться до дома Спасибо за службу Ну что ж, друзья Вот так вот закончилась Последняя миссия В компании казаков Спасибо всем за внимание С вами был Ромулус И до скорого